Сергей Викторович Лавров, советский российский дипломат, министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года, постоянный член Совета Безопасности РФ, чрезвычайный и полномочный посол, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Происхождение об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин, по некоторым сведениям, по фамилии Калантаров или Калантарин, а матери известно, что она была сотрудницей Министерства внешней торговли СССР. На сайте МИД России указывается, что Лавров русский, образование, серебряной медалью, окончил Московскую школу номер 607 секунд углубленным изучением английского языка. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, владеет английским, французским и сингальским языками. Работа в МИДе. С 1972 по 1976 год. Стажер атташе посольства СССР в Республике Шри-Ланка. С 1976 по 1981 год. Занимал должности третьего, второго секретаря отдела международных экономических организаций МИД СССР. С 1981 по 1988 год. Первый секретарь, советник, старший советник постоянного представительства СССР при ООН в Нью-Йорке. С 1988 по 1992 год. Заместитель, первый заместитель начальника управления международных экономических организаций. Начальник этого же управления МИД СССР был членом КПСС до 1991 года. А с 1991 по 1992 год. Начальник управления международных организаций МИД СССР. В 1992 году был назначен директором департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России. 3 апреля 1992 года. Назначен заместителем министра иностранных дел России. Курировал деятельность департамента международных организаций и международного экономического сотрудничества МИД России. Управление по правам человека и международного культурного сотрудничества МИД России. Департамента по делам государства СНГ МИД России. Занимал этот пост до января 1994 года. С марта 1993 года. Заместитель председателя Межведомственной комиссии по участию Российской Федерации в международных организациях системы ООН. С ноября 1993 года. Сопредседатель Межведомственной комиссии по координации участия Российской Федерации в миротворческой деятельности. Постоянный представитель России при ООН. С 1994 по 2004 год. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Российской Федерации. 9 марта 2004 года указом президента РФ был назначен на пост министра иностранных дел Российской Федерации. В мае 2004 года после вступления в должность избранного на следующий срок президент РФ вновь назначен на пост эту должность. Аналогично переназначен в мае 2008 года после вступления в должность президента Дмитрия Медведева. 21 мая 2012 года в очередной раз получил портфель министра после вступления в должность президента Владимира Путина. Председатель комиссии России по делам ЮНЕСКО с 11 января 2010 года. Член правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Согласно опросам, проведенным в ЦОМ, Сергей Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных министров правительства Российской Федерации. Прочие должности и обязанности председатель попечительского совета МГИМО, почетный член императорского православного палестинского общества, член попечительского совета фонда «Русский мир», член наблюдательного совета фонда «Дети России», член попечительского совета программы «Восстановление памятника россиянам в Галлиполе», проводимый фондом Андрея Первозванного. Почетный доктор ДГТУ и прочие сведения российские СМИ отмечают, что Лавров вытеснил из МИДА ТН «Нефтяное лобби». 12 сентября 2008 года в британской газете «Дейли Телеграф» была опубликована статья, согласно которой в разговоре со своим британским коллегой Д. Миллибендом в связи с урегулированием конфликта в Южной Осетии. В августе 2008 года Лавров использовал нецензурную лексику в адрес собеседника. При этом Лаврову приписывались слова «Уар Ютуэф» легче РМ. 14 сентября Лавров озвучил в беседе с журналистами свою версию разговора. Дабы ознакомить Миллибенда с несколько иной оценкой, пришлось рассказать ему о характеристике Саакашвили, которую ему дал в разговоре со мною наш коллега из одной европейской страны. Эта характеристика звучала как «факинг лунатик». А 15 сентября в интервью BBC Миллибенд пояснил «Это не совсем верно, это неправда, что он назвал меня долбаном и так далее, это неправда». По утверждению газеты «Коммерсант», записка Лаврова армянскому коллеге Эдварду Налбандяну сыграла решающую роль в предотвращении срыва подписания протоколов о нормализации отношений. Между Арменией и Турцией 10 октября 2009 года в Цюрихе, в апреле 2011 года, выступая по случаю православной Пасхи, Лавров заявил, что «глобальный финансово-экономический кризис убедительно продемонстрировал невозможность выхода на путь устойчивого развития приопоренной идеи либерального капитализма». По его мнению, это «заставляет в новом свете взглянуть на такие понятия из области морали, как самоограничение и ответственность». Он также отметил, что «сегодня вопрос о нравственных ориентирах, о правде как никогда актуален не только для отдельной личности или нации, но и для международных отношений и мира в целом, и что создание гармоничной и справедливой системы международных отношений вряд ли возможно без обращения к общему нравственному знаменателю, всегда существовавшему у основных мировых религий, без признания высшего нравственного закона над нами». 19 октября 2014 года Лавров назвал министра иностранных дел СССР Андрея Громыко «великим дипломатом советской эпохи», отмеченной в западной прессе. Сравнение с Громыко оценил как лесная для себя семья. Жена Мария Александровна Лаврова по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы, работала в библиотеке постоянного представительства РФ при ООН. Дочь Екатерина Сергеевна Винокурова родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию и магистратуру по экономике в Лондоне. С 2014 года живет в Москве, является директором российского отделения аукционного дома «Кристис». В 2008 году вышла замуж за топ-менеджера Александра Винокурова, также владеющего фармацевтическими компаниями «Сиантернишналь» и «Генфа». Внук Леонид и внучка «Хобби и увлечение» Сергей Лавров любит поэзию и сам пишет стихи. Автор гимна Московского государственного института международных отношений, любит петь под гитару, хобби, рафтинг, был одним из организаторов и первым президентом Федерации грибного слалама России. Лавров любит играть в футбол, его любимая команда – «Спартак». В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России, призванной объединить любителей этого вида спорта со всей страны. Лавров – заядлый курильщик. В ресторане Дублина, столице Ирландии, его пытались оштрафовать за курение на 3000 евро. Однако министр наотрез отказался платить штраф и предал эпизод гласности на пресс-конференции. Известна история о том, как Лавров протестовал против решения генерального секретаря ООН Кофе Анана запретить курение в штаб-квартире организации. Министр заявил, что это невозможно, поскольку Анан не является владельцем здания, дословно сказал. Этот дом принадлежит всем членам ООН и его генеральный секретарь, всего лишь управляющий наградой и премией. Орден за заслуги перед Отечеством и степени. Орден за заслуги перед Отечеством двух степени. Орден за заслуги перед Отечеством трех степени. Орден за заслуги перед Отечеством айви степени. Орден почета – заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации. Орден преподобного Сергия Радонежского и степени. Орден святого благоверного князя Даниила Московского и степени. Орден святого благоверного князя Даниила Московского и степени. Орден достык и степени. Орден достык. Кавалер Большого Креста Ордена. Солнце Перу. Орден дружбы народов. Орден дружбы. Орден дружбы. Орден почета за большой личный вклад в дело укрепления системы международной безопасности, поддержания мира и стабильности на Кавказе. Развитие дружественных отношений между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, Орден Святого Месропа Маштатца за большой вклад в дело упрочения и развитие вековых армяно-российских дружественных отношений, Орден Полярная Звезда, Орден Межпарламентской Ассамблеи Государств Участников Содружества Независимых Государств Содружества, Орден Святых Апостолов Петра и Павла Одну Степени, Золотая Медаль Ириванского Государственного Университета, Почетная Медаль за участие в программах ООН, Почетная Грамота Совета Коллективной Безопасности Организации Договора о Коллективной Безопасности за активную и плодотворную работу по развитию и углублению военно-политического сотрудничества в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности, Общественная Премия Святого Благоверного Князя Александра Невского за заслуги в дипломатической деятельности, направленной на укрепление международных позиций России. Медаль за вклад в создание Евразийского экономического союза Одна Степени, Памятная Золотая Медаль Сергея Михалкова, Премия Союза Писателей России, Имперская Культура за верность долгу и служение Отечеству, Орден за заслуги перед Калининградской областью, за работу по облегчению визового режима для жителей Калининградской области, Почетный Гражданин Монагуа, Почетный Гражданин Гватималы, Почетный Гражданин Ногинского района Московской области. Субтитры создавал DimaTorzok